Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Намоленные места, где были храмы, возвратить. Возрождение духовных истоков. В Станице Благовещенской обсуждается строительство нового храма. Это, конечно, очень ответственная работа, большая работа. Ее, конечно, надо любить. День кубанских айболитов. Работники ветеринарной службы Краснодарского края отмечают профессиональный праздник. 75 лет – как по нотам. Бессменный руководитель Анапского духового оркестра принимает поздравления и готовит для анапчан новую программу. Глава «Анапы» провел прием граждан по личным вопросам. К Юрию Полякову обратились жители города Станицы Благовещенской, Хуторов, Рассвет и Утаж, Садову, Товарищество, Колос. Какие темы поднимали анапчане в нашем материале? Не в первый раз на прием главе «Анапы» приходят жители СОТа. Причиной часто становится конфликт с председателем, которого люди когда-то сами избирали. Сегодня на повестке дня проблема перехода от коллективного учета оплаты электроэнергии на индивидуальный. Уже порядка 400 человек заключили прямые договора с нами. И все прекрасно оплачивают. Мало того, при заключении договоров, мы даже, у кого есть собственность и написано «жилой дом», мы им даже тариф сельский вставим 3.11. Сейчас они 4.44 платят. 340 жителей Колоса уже пользуются преимуществами индивидуального обслуживания. Еще 100 договоров в работе. Но есть несогласные. Юрий Федорович поручил разобраться по каждому обращению и доложить ему, в чем причина недовольства людей. И вновь о ресурсах. Теперь о газе. Жители дома по улице Шевченко, 156, изложили Юрию Федоровичу свою позицию. Застройщик сбежал, и все вопросы по газификации самостроя приходится решать самим жильцам. На этом долгом пути у людей возникает масса сложностей и преподов. Анжела Анатольевна, вам поручение. Вызовите этих людей, конкретно, я вам скажу, пункт первый. Где эти условия есть? Выполнение это, 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 это. И кто делает благоустройство? Вот они расписали все, как дорожную карту. В течение двух недель включили газ. И все, привет, мы забыли. Они забыли о нас. Им нужно просто тепло. Это как мы с Толстого, 111, 144, Владимирская бьемся. Там, где мы можем столкнуть, не будем препятствовать. Ну, нужна латка. Ну, пусть пишут, что мы латку опостелим. Гарантийное письмо при просадке, что вы весной постановите. Жильцов дома по улице Чехова 1 на прием к Юрию Федоровичу привел конфликт с подрядчиком, выполнявшим капремонт кровли. В процессе ремонта квартиры затопило. Люди справедливо требуют компенсации. Юрий Федорович поручил завтра же собрать все стороны спора и посадить за стол переговоров. Эту рабочую встречу проведет он сам. В станице Благовещенской нужен новый храм. С таким обращением станичники написали коллективное письмо в городскую администрацию. Прихожане просят выделить земельный участок под строительство церковного комплекса. Для решения данного вопроса была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты управления архитектуры, имущественных отношений ЖКХ, а также ресурсоснабжающих предприятий. Комиссия выехала на место. В Благовещенской есть небольшой храм, но его стены уже не вмещают всех прихожан, а их с каждым годом становится все больше. Назрел вопрос о строительстве нового большого храмового комплекса, чтобы его с комфортом могли посещать не только станичники, но и многочисленные гости курорта. Как выяснилось, два года назад прихожане обращались в администрацию с этим вопросом, и даже был выделен земельный участок. Но строительные работы церковь здесь не начала до сих пор. В 2015 году предоставлено на праве безвозвездного пользования на приходу Свято-Никольского храма. Участок предоставлен на 10 лет. То есть в настоящее время участок не используется, и признаков использования пока нет. Жителей данный участок не устраивает. Они считают это место неподходящим и удаленным. Новый храм прихожане хотели бы видеть в центре станицы, рядом с Домом культуры. Заложить церковь именно на этой земле они считают исторически справедливо. Намоленные места, где были храмы, возвратить все. А вот это все, вот эта земля, начиная от угла Школьной, Селесова, Парковая, Парковая там и Лобача, это была храмовая земля. Исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Светлана Добродомова пояснила, что для строительства храма нужен не только стартовый капитал. Необходимо подготовить целый пакет разрешительной и проектно-сметной документации, а также проработать все детали вплоть до архитектурных решений. Нам нужно понимать, что это будет за строение. То ли это будет тот храм, и мы будем восстанавливать его в том виде, в котором он был изначально, то ли это будет какое-то здание, памятный знак, как можно назвать, который маленький, который будет вписываться в эту территорию или не вписываться. То есть для этого должен проработать какие-то предложения отдать проектировщик, архитект. Возможно ли начать большое строительство, именно на этом участке определяют специалисты после проведения необходимых исследований, изучения местности и возможности коммуникаций. В ближайшее время вопрос будет повторно рассмотрен на Совете общественности. Будем встречаться с общественной группой, с инициативной группой, с Аницией Благовещенской, на которой будет уже решен, кто будет заниматься непосредственно документами, оформлять землю под церковь, проектировочную документацию для дальнейших шагов. Совет общественности поддержал полностью инициативу станичников. Будем работать в этом направлении. В свою очередь администрация готова оказать помощь и в оформлении разрешительной документации. Руслан Душевский, Анапа-Регион. В детском саду Вишенка села Варваровка продолжается благоустройство. Сейчас во дворе готовят площадку для спортивных игр. На то, что двор садика выглядит неуютно и пусто, обратил внимание глава АНП и Юрий Поляков во время рабочего визита в учреждение. К выполнению поручения службы приступили уже на этих выходных. Завершен подготовительный этап. Рабочие вырованили землю, установили бордюры и засыпали площадку песком. Теперь ее предстоит залить бетоном, а после застелить мягким травянистым покрытием. Площадка будет безопасная для ребят. Условия у нас не позволяют проводить на участках. Веранды не очень большие, а подвижные игры, проведение зарядки. Можно теперь будет проводить какие-то спортивные развлечения, потому что оборудование у нас выносное есть, а расставлять его негде. Мы проводили здесь все на физкультурной дорожке. Она находится под уклоном, то есть у нас есть и мячи прыгуны, и скакалки, и обычные мячи, а места фактически нет. Также по поручению главы Анапы здесь отремонтировали подъездную дорогу. Во время дождя ее размывало, теперь смонтирована ливневка. А по щебеночному покрытию машинам с продуктами будет легче добираться до садика даже в непогоду. Кроме того, благодаря привлечению частных инвестиций в детском саду заменят отопительные котлы. Сейчас ведется работа по оформлению документации. Оборудование планируют установить до конца этого года. Судебные приставы наложили арест на имущество анапского застройщика Сергея Антипина. Предварительной стоимостью порядка 27 миллионов рублей. Вместе с тем, это лишь четверть долга данного гражданина перед государством, муниципалитетом, а также физическими лицами. Кроме того, должника доставили к приставу-дознавателю. Против него возбуждено уголовное дело. Приставы прибыли к объекту на высоком берегу Ра на утром. Должнику объяснили причину визита. По долгам, общая сумма которых порядка 80 миллионов рублей, вынесены решения судов и возбуждены исполнительные производства. Здесь же спасатели готовы при необходимости обеспечить доступ в закрытые помещения. За забором целый комплекс. В жилом доме, где в одной из квартир проживает Сергей Антипин, описали 7 объектов. Их общая предварительная стоимость порядка 20 миллионов рублей. Точную сумму даст независимая оценка. Кроме того, арестовано движимое имущество, мебель, а также бытовая техника примерно на 100 тысяч рублей. Сам должник считает появление у него дома избыточной мерой. Вам известно о том, что какие действия мы должны совершать и то, что они полностью законны. Вас неоднократно уведомляли. У вас имущество, которое вы уже арестовали, которое вы уже были и на Белорусском, и где только вы не были. И еще ни одно имущество с 2010 года вы не выставили на Торгейск. А как вы думаете, почему мы пришли сегодня здесь и пытаемся обеспечить доступ? Вы не предоставляете доступ в те помещения, которые арестованы. Приставы также заявляют, что некоторые объекты не зарегистрированы должным образом. Кроме того, одной из арестованных квартир должник пытался распорядиться самостоятельно, но что не имел права. Возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса. Растрата имущества выражается в чем? То, что должник при аресте имущества предупреждается об ответственности, что любая растрата, отчуждение, передача в любых формах имущества рассматривается как преступление по статье 312. В данном случае должник что совершил? Было мировое соглашение, согласно которому данное имущество было передано третьему лицу. При этом в суде должник не указал о том, что это имущество находится под арестом. Добровольно по вызову пристава дознавателя гражданин не явился, поэтому его доставили принудительно. После минутных переговоров должник подчинился. В ближайшее время дело передадут в суд. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня ветеринарная служба Кубани исполнилась 183 года. Все началось более полутора века назад, когда в Екатеринодаре была создана врачебная управа для осмотра и лечения лошадей. Со временем круг работы службы заметно расширился. 128 лет назад ветеринарное управление появилось и в Анапе. На сегодняшний день в нем трудятся 40 опытных специалистов. На их плечах лежит контроль качества сельскохозяйственной продукции, ветеринарный контроль на животноводческих хозяйствах, а также помощь домашним животным. О трудовых буднях анапских айболитов в репортаже наших корреспондентов. Медицинская помощь домашним животным требуется и в рабочие, и в выходные дни. Одних питомцев приносят на плановый осмотр, другим необходима срочная операция. В этом отделе лохматым пациентам оказывают всю необходимую помощь. После внедрения новых технологий стало возможно проведение операции любой сложности. В распоряжении специалистов две укомплектованные операционные, новый аппарат УЗИ, а также своя лаборатория с высокоточными анализаторами крови. Анастасия Антипина работает в ветеринарном управлении три года. Лечить меньших братьев человека мечтала с детства. Однако, признается, часто приходится уделять время не только животным, но и их хозяевам. Мы работаем психологически с людьми, то есть пытаемся им объяснить, донести, почему так случилось, из-за чего. Какие-то ошибки, может быть, именно владельцев животных были допущены. Но ничего, всех поднимаем на ноги, всех вылечим. Среди животных есть уже и постоянные пациенты, которые наблюдаются только здесь. Проходят регулярный осмотр, получают все плановые прививки. Хозяева питомцев признаются, эта клиника проверена временем. Здесь-то работают хорошие врачи, квалифицированные. А если где-то в какой-то, например, частной клинике, там немножко уже опасаешься, не доверяешь немного. И там дороже. А здесь и помогут в любой момент. И я довольна. Однако ветеринарная служба – это не только лечение животных. Работа этих людей часто остается незаметной. Но они стоят, в том числе, и на страже нашего здоровья. В Анапском районе расположено несколько крупных фермерских хозяйств и десятки частных подворий. Проверка всей сельскохозяйственной продукции, кормов и животных лежит на плечах ветеринаров. Регулярно у крупнорогатого скота и птиц берут кровь на проверку. Ставят прививки от гриппа, туберкулеза, ящера и других опасных заболеваний. И от того, насколько качественно и своевременно будет проведена профилактическая работа, зависит санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте в целом. И вот уже почти полвека анапские ветеринары справляются с этой задачей на отлично. В Анапе я работаю больше 40 лет. И с 68-го года, это почти 50 лет, в Анапе отсутствуют заболевания, такие как сибирская язва, бешенство, туберкулез, бруцеллез. То есть все те заболевания, которым болеет человек. Вот так мы работаем. Ветеринарному контролю подлежит и сельскохозяйственная продукция на всех рынках и ярмарках. Регулярно проводятся проверки на соответствие стандартам качества и наличие разрешительной документации. Кроме того, сейчас на особом контроле и поток хамсы на городских рынках. А это значит, что у анапских ветеринаров легких сезонов не бывает. Работа есть всегда, но главное есть желание и все возможности, чтобы ее своевременно и качественно выполнять. Это, конечно, очень ответственная работа, большая работа. Ее, конечно, надо любить. Вот хочу пожелать всем нашим сотрудникам в преддверии нашего профессионального праздника здоровья, удачи, благополучия. Ну, все самое наилучшее. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В минувшее воскресенье свое 75-летие отпраздновал почетный гражданин нашего города, заслуженный работник культуры Кубани, руководитель муниципального духового оркестра Валерий Степанов. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор находится в строю, руководит оркестром, который за 43 года своего существования стал настоящей визитной карточкой Анапы. Глядя на Валерия Евгеньевича, поневоле заряжаешься позитивом и той неповторимой энергетикой, которая присуща только ему. Более 40 лет он возглавляет муниципальный духовой оркестр городского театра, и каждое его выступление собирает аншлаг. Секрет прост. Оркестр – это единый организм, в котором идет своя удивительная внутренняя жизнь. Каждый должен заниматься своим делом с энтузиазмом, с любовью, к любовью к родине, к своей. А я очень люблю Россию. Я русский, хотя я жил в Казахстане, и на Украине жил, в Донбасс. И дочь у меня сейчас там живет. Вот все взаимосвязано. Это один коллектив. Он не может быть сразу раз и заиграли. Это как футбольная команда, это наигранное уже. Они играют так, как хочу я играть. Они слышат так, как я хочу слышать. Вся творческая и жизненная биография Валерия Евгеньевича – это подвижнический путь во имя культуры и искусства. С первых шагов духовой оркестр прочно утвердился в лидерах творческих коллективов Анапы. Его любят за чувство стиля и выразительности, умение создать единый сценический образ произведения. Коллеги убеждены, что Валерий Степанов в музыкальной культуре нашего города – явление уникальное. Он душа коллектива, камертон настроения и оптимизма. Познакомились с Валерием Евгеньевичем мы 35 лет назад. Так получилось, что он пригласил меня в оркестр у него играть. За это время все, что я имею в жизни хорошего – это все благодаря Валерию Евгеньевичу. То есть жизнь здесь, считаю, что у меня удалась, мне было очень замечательно. Сам человек Валерий Евгеньевич очень интересный, внимательный ко всем, неравнодушный, всегда поможет. Не было бы Валерия Евгеньевича, не было бы и оркестра. Собственно, на нем все и держится. Работать легко, удобно. Он замечательный человек, широкой души, всегда может войти в положение, помочь. Ну, без него здесь никак. Все на нем держится. Если бы не личное качество, ну, тут, вы же понимаете, столько народу, чтобы каждого как бы уговорить, и каждый, чтобы здесь присутствовал. Ну, тут надо еще дар иметь общение с людьми. Вряд ли бы кто-то другой так возился, как Валерий Евгеньевич. Сегодня Народный духовой оркестр объединяет 27 музыкантов, профессионалов высокого уровня. Коллектив исполняет классическую русскую и зарубежную музыку, не боится экспериментировать, создавая яркие попури из мировых хитов. Всего в его репертуаре более 200 музыкальных произведений, в том числе и очень сложных по исполнению. Даже в свои 75 Валерий Степанов полон сил и останавливаться на достигнутом не собирается. Сейчас коллектив готовит концептуальную программу. А это значит, что жители и гостей города ждут новые выступления. Руслан Душевский, Анна Парегион. Мальчишки и девчонки, а также их родители спешим сообщить. Новый магазин «Детский рай» распахнул свои двери в минувшую субботу. Одежда, обувь и игрушки – здесь можно найти все для малышей и подростков. Ассортимент нового магазина «Поближе» рассмотрели наши корреспонденты. Добро пожаловать в «Детский рай». В магазине юных покупателей и их родителей в день открытия ждала праздничная программа с феей Винкс, троллями и другими сказочными персонажами. Конкурсы с призами, сладостей, подарки, аквагрим и, конечно, торт. Настоящий рай для маленьких гостей праздника. Раз, два, три! От покупок в магазине «Детский рай» трудно держаться. Здесь есть все для новорожденных – пледы, пеленки и комбинезончики. От чепчиков и пинеток до нарядных платьев. Для детей постарше также богатый ассортимент. В продаже как повседневная одежда, так и для торжественных случаев, которые обязательно оценят юные леди и джентльмены, предстоящим праздником – карнавальные костюмы. Зима на пороге и в магазине представлен огромный ассортимент теплых курток, комбинезонов и обуви. Причем все товары качественные, как отечественных, так и импортных производителей. И цены вас приятно удивят. Здесь можно не только одеть ребенка, но и побаловать его подарками и развивающим пособием. Игрушки на любой вкус и кошелек. Куклы, роботы, мягкие плюшевые друзья для самых маленьких, а также настольные и интерактивные игры для детей постарше. Замечательный магазин, три этажа, очень много одежды, которую можно подобрать для ребенка. В принципе, на разный возраст, на разный вкус, в принципе, можно выбрать. Игрушки, самая модная одежда, очень большой выбор. Мне очень понравился этот магазин, и я приду сюда еще не раз. Тем же, кто не смог побывать на открытии нового магазина, сообщаем. Праздник продолжается. Каждый покупатель может получить бонусную карту и скидки. А интересные мероприятия для детей здесь планируется проводить регулярно. В преддверии новогодних праздников мы ждем всех жителей города Анапы. Приклашаем к нам в детский рай. Магазин детский рай находится по адресу Анапа, Анапское шоссе, 1Г, телефон 8-989-2303-400. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова